Здравствуйте, уважаемые земляки! Продолжаю цикл передач разговора политики, который посвящен предстоящим выборам Народных Урал. И сегодня у нас, я это говорю с улыбкой, я очень рад, Чемид Николай Джангаев. Почему я с улыбкой? Потому что Чемида ее зовут давно, уже на сколько ты обещал прийти. И вот наконец-то Чемид пришел. И я сразу скажу тебе слова благодарности, поскольку я позвонил сегодня, предложил интервью, Чемид согласился. Ну, в шутку мы вроде бы по разные стороны, и он называет меня оппозиционером, я его там чинушей, или как-нибудь. Но мы общаемся мы давно, у нас такие приятельские, хорошие отношения. И я благодарен тебе тому, что когда я позвонился, ты сказал, ну что, братан, политика-политика, отношения на отношения, вот за это я жму тебе руку, честно говорю, и вот так. Ну, я тебя поздравляю, что ты уже зарегистрированный кандидат в депутаты Народного Урала. Хотелось бы, чтобы это интервью, оно прошло не там, чего-то много обещаем, но вот рассказать о себе, про себя, чтобы раскрыться. Ну, ты и так у нас лицо, медийное, везде сейчас. Вот я хотел бы сказать, я наоборот, ваш канал сейчас раскручу, наверное, своим появлением здесь. Ну, ты думаешь, я просто так вас беру, специально, чтобы и канал наслаждаться. Спасибо, что пригласили, это может быть даже логично, я думаю, наверное, и других депутатов, наверное, позовете, потому что первый в округе, я первый это интервью, поэтому... Согласен. Согласен, спасибо. Ну, ты первый от единицы. Я всегда люблю быть первым, но это нормально. Отлично. Да, и я уверен, что на выборы буду первый. Как чувствуешь себя в статусе кандидата в депутаты? Ну, хороший вопрос в плане того, что, допустим, у меня есть чем сравнить, потому что в 2019 году я был кандидатом в Литинское городское собрание. Было одно понимание, да, когда ты идешь в выборы. Когда у меня не было политического опыта, не было вообще, ну, до конца не было понимания, что такое депутат. Было горячее сердце, было желание помочь своему округу, той территории, где я вырос, где я родился, где я живу на данный момент. Было одно понимание. И сейчас, по прошествии, там, практически четырех лет, как депутат, сейчас уже идет совершенно, уже с четким пониманием, что такое депутат, как происходит его функционал, какие задачи стоят, на чем надо акцентироваться и как выполнять те или иные задачи. Ну, давай начнем с того, что такое депутат функционал. Ну, если по-простому сказать, это такой мост между народом и, скажем так, властью. То есть я представляю ту группу, во-первых, представляю территорию, группу населения, представляю их. Ты депутат ЭГС по одномандатному округу, да, по-моему? Я депутат Мелесинского рекомендаторского образования по первому округу возглавлял список Едино-России на округе. И сейчас на праймере Едино-России выиграв для того, чтобы эти выборы, на выборы депутата General Churchill опять же на своем родном округе. Ты тоже одномандатником? Сейчас идет, да, одномандатником. Нет, тогда я был не одномандатником. А, тогда не был ты одним? Да, в 2019 году я был возглавлял список Единой России на округе. А, понятно. То есть сейчас у тебя первый опыт быть одномандатником? Сейчас у меня первый опыт идти в одном отдатнике. Отличаются? Да, в принципе нет. Вообще, то, что произошла политическая реформа и произошла привязка к территории, это большой плюс. Почему? Потому что, если мы ранее вспомнили, все предыдущие годы избирались в депутаты Народного хурала по спискам. И там, откровенно так по-простому, я всегда говорю по-простому, был закрытый список непонятный, невозможно было людям вникать, разбираться, что за список. А тут конкретно люди приходят, конкретно голосуют за человека. Ну да, здесь ясно. Да, здесь конкретно. Потому что список это одно, а здесь конкретно человек. Ты свою жизнь же не подкорректируешь. Вот как ты жил, так и будешь. Поэтому это очень важно. И важно конкретно человеку привязать территорию, чтобы он был ответственный и работал. Даже мне, вот мне на данный момент намного удобнее идти на своем округе, потому что я на этом округе живу, я на нем вырос. А ты живешь там? Конечно. Я там живу. Твоя родная территория? Конечно. Я там вырос. Там, как говорится, каждый уголок не родной. Там учителя мои. Поэтому, допустим, мне когда говорят, допустим, в администрации города, там четкое понимание есть. Очень мне говорят. Он северо-западный. Постоянно. 23-я школа. Я постоянно администрацию, скажем так, в кавычках мучил. Всегда, скажем так, доставал их, откровенно говоря, чтобы выполнили те. Потому что, давайте честно скажем, у нас окраины города, это, знаете, вот как, может быть, грубо, но откровенно нас называли и до сих пор называют деревней. Ну, колхоз. Колхоз, да. По-простому говоря. И в 2019 году, когда мне предложили идти на выборы, я пошел на праймерис, победил, люди поддержали. Это меня, честно говоря, так воодушевило, что люди поддержали. Я пошел и сделал, потому что, ну, пришел на округ. Ну, я жил на округе, у нас даже ни одного турника не было. Потому что, столица города. То есть, ты сейчас говоришь о том, что ты сделал, как депутат. Я тебе говорю о том, что, как, что такое первый округ. Это самый депрессивный округ у меня в городе Листа. Я не боюсь на него идти, хотя, может быть, кто-то побоится идти. Я не боюсь идти, потому что я там живу. Но это не в том, что давай тогда переходим сразу. Вот как 4 года ты депутат ЭГС, что ты для себя, какие выводы делаешь в том, что в своей деятельности. Что ты все удалось сделать. Вот, знаете, вот было вот у всех сложилось такое понимание. И у меня такое складывалось понимание, когда я шел к депутатам, там, сделать, там, грубо говоря, там, лавочку. Там, вот бабушка попросила сделать ей лавочку. Вот, хорошо, да? Ну, не, на самом деле, это не работает депутат. Да, и это, нет, тогда складывалось такое мнение. Понимаешь, я думал, там, вот, наверное, депутат там будет бегать вот по мелким вот таким наказам, там, сделать бабушке ей хорошо, как бы, да, вот, там, позвонила, там, и сделать. Это может быть, да, но в целом, на самом-то деле, надо пробивать или, как любят эти слова, лоббировать. Вот, допустим, вот, ты ходишь в администрацию, там, разбираешься в бюджете, ругаешься, споришь на фракциях и так далее, выбиваешь. Вот, протащили мы дорогу, сделали дорогу, да, отремонтировали ее, с боем сделали. Ну, от нее, грубо говоря, уже 10 улиц радует. Тысячу, чем тратить свою энергию там, ну... Какую дорогу сделали? Вот, хороший вопрос, почему, говорю, потому что мне этим... Ну, может, какая-то идея ритуальная. Этим, этим... Обычно же, как, мы обещали, сделаем дорогу. Я никогда не обещаю, я никогда не обещаю, почему, потому что есть понимание, обещалки, вот, те, кто обещает, там, да, те, кто обещает, там, это обещалки, да, зато сразу нельзя голосовать. Сразу говорю, как ты можешь обещать, не понимая о том, как происходит формирование бюджета, как это складывается, какие федеральные программы и так далее, и так далее. Ну, как, это... Ну, как, это... Это обещают... Я вот вижу, уже у тебя определенный опыт законодательства, депутатской деятельности. Вот смотри, вот здесь я тебе, если ты помнишь, в 2019 году, когда мы оказались на разных баррикадах, да, вот мне тогда помогло, я поддержал Дмитрия Викторовича по одной простой причине, да, когда мы проголосовали, когда мы с тобой... Когда ты на площади мне сказал, Дмитрия, ты за кого голосовал, я тебя-то не ожидал. Помнишь, на что мы, да, на площади мы смотрели, когда вот первый митинг был, да, я на площадь вышел. Я тогда честно вышел, я вышел и сказал, я голосовал, я-то за него голосовал, я Тина его поддержал. Честно сказать, мне это пошло плюсом, мне это пошло плюсом. Вот, по-простому говоря, мне это пошло плюсом. У меня на округе все магистральные дороги отремонтированы, в приоритете шли. И я уже, потом уже, скажем так, у нас сложились хорошие, теплые отношения Дмитрия Викторовича, я смог ему доказать, он меня поддержал. То, что первый округ, то есть он сказал, город не должен быть без окраин. То есть для своего округа ты сделал как бы все, что мог, и намекая на то, что ты в твоей отношении с трапезником, ты подтверждаешь то, что он хороший все-таки управленец и город наш сделал лучше. Конечно, конечно, конечно. Я не знаю, согласятся ты с тобой в горожане, хотелось бы в комментариях этого услышать. Да, я хотел тебе задать этот вопрос, когда... А округу вот... Да, даешься задам вопрос, 29 сентября 2019 года, вы с Николой Павловичем Раждаем пришли, я вот за это тебя всегда уважал, всегда ты выходил в эфиры, всегда не скрывался, всегда говорил. Вот это да, ты вот тупо говорил, оставил в свою сторону, защищал власть, защищал Трапезникова и Хасикова, это да, вот за это то, что ты прямо честно, за это уважение. И вот, ты сказал 29-го, он принесет, приведет инвестиции. Сейчас я знаю то, что инвестинский бюджет становится дефицитным, уже очень много берут кредитов, и это все началось с него. Вот это показатель, мне кажется, того, что... Нет, не честно, надо сказать, ты не честен здесь. Вот нет, вот есть, есть, я не честен, тут у меня, конечно, я же не в игре, я же не знаю, может быть там, те же 22-этажные дома, какие-то остановки с Wi-Fi, там, город будет жить, все, этого нет, сейчас наоборот, загляни, доска позорена называется, у нас такой паблик, да, но это живой паблик, где только и кричат про водоканал, кричат про отсутствие маршрутных такси, да, ну, маршруток, ну, Город Транс не работает, грубо говоря, мы действительно живем. Ты мне попросил в начале интервью о том, что давай вложимся в рамки, да, там, ограниченного, там, 30 минут, на самом деле, такие глубокие вопросы надо обсуждать. Ну, хорошо, давай я по другому вопросу задам. Я тебе отвечу, смотри, у нас бюджет города Элисты, когда я заходил к депутату, был миллиард, сейчас 5 миллиардов, есть разница? Конечно. Вот именно, это самое простое, я тебе говорю, был 1 миллиард, да, это только было, только зарплата, ни одна прогрессивная программа не работала, сейчас в час 5 миллиардов, это первое. Вот смотрите, в чем плюс политики Батуха Сергеевича, Дмитрия Викторовича, да, их, вот они пошли по пути того, чтобы не бегать за какими-то мифическими, там, непонятными заводами, да, якобы, которые, там, заведут нашу экономику, они начали с простого, завести экономику в республике Калмыкия. Первое, а, у нас, мы здесь живем, мы знаем, да, у нас свет дорогой и так далее, у нас сейчас налоги снизили до 1%, правильно, это один из факторов, который, катализатор, который заведет экономику, это первое. Второе, начали заводить строительство, заводить, то есть, то есть, позиция какая была, максимально влезть в программы федеральные, чтобы федеральные программы выделили деньги на строительство, создание рабочих мест, то есть, сюда пришли, вот, да, вот, республика, вот, город Элиста, он собирает 900 миллионов налогов, 4,1 миллиарда, это федеральные деньги, они куда уходят, они остаются здесь, в регионе, конечно, то есть, материалы закупаются, рабочие, зарплаты платят, элементарные, те же рабочие, которые работают, они-то кушают наши магазины, кафе и так далее, понимаешь, это эти деньги остаются в городе. Я понял твою позицию. Это только по одному городу. Бесполезно спорить, не будем пока по этому. Не, не то, что здесь, здесь цифры, да. Я согласен. Поэтому, я же говорю, времени мало, ну, максимально, давайте кратко. Давай вот, вот, такой вопрос, кто твой избиратель, по-твоему, вот, твой потенциальный избиратель, кто будет голосовать за Чемида Джангаева? За Чемида Джангаева? Думаешь? Все, все, кто проживает на первом округе. Не, на самом деле, да, если так взять, за меня очень много будут голосовать в республике Калмике. Почему за тебя будут голосовать? А сейчас, ну, как бы, я ограничен округом, поэтому на округе они будут все голосовать. Хорошо, а почему люди должны голосовать за Чемида Джангаева? Первое. Они, во-первых, видели мою работу. Они увидели, что я не балабол. Это первое, да? Во-вторых. Я тебе говорю, вот мы предельно, я думаю, нас будут смотреть не чиновники, нас будут смотреть простые люди. Я говорю, я тебе говорю, да, на простом языке. Они увидели, что я не какой-то балабол, там, который, там, только раскидывает, там, мифическими непонятными космическими кораблями. Нет, это первое. Они всегда меня видели на округе, видят мою работу, то, что у нас дороги появились, водопровод и так далее. Это не решило все проблемы. Округ дико развивается, ежегодно там по 3-5 улиц новых появляется, дороги физически не успевают. Но движение идет, движение идет. Я буквально, позавчера у меня была встреча, женщина вышла, вот, туда-сюда. Я говорю, хорошо, я говорю, давайте сделаем разрез 1990 год до 2019 года, сколько сделали депутаты на первом округе. И возьмем 2019 год, 2023 год. И, говорю, сделаем разрез. Он говорит, разговоров нет, зачем я не знаю. Разговоров нет. Говорит, ну, говорит, это же вы мало. Я говорю, ну, Москва же не сразу строилась. Не я же довел до такого состояния. Я точно так же на северо-западной с мамой строил дом. Мы год жили без света. Два года, почти три года жили без газа. Воду я привел к себе. В 1998 году мы переехали. В 2008 году, это у меня первый ребенок родился, я только в воду завел домой. Канализации до сих пор нет. Сколько детей, кстати, у тебя? Два сына. Два сына. Взрослые, да, уже? Конечно. Ну, старшему, 4-15 будет. Хотел, чтобы в этом году его отправить. Почему я спрашиваю? Потому что я считаю, что у кого есть дети, они более ответственные. Ну, конечно. Чиник из головы вылетела. Такой вопрос. Ты у нас руководитель... Юнармия. Юнармия. Да. Руководитель клуба десантник, или это... Не, ну, клуб десантник, это мой десантник, ну да, там тоже руководитель, да. Юнармия. Ты казак, представитель казачества. Это главное. Я руководитель, я атаман республики Калмыкия, руководитель юнармии. Руководитель юнармии, давай ты не спеши. Да, юнармия. Ну, руководитель своего клуба десантник, имени Голи Мэр. Руководитель клуба десантник, Санчирова, да. Я являюсь сейчас директором центра военно-спортивной подготовки республики Калмыкия. Директор центра... Четыре, да. И... Республика подготовки. Так. И ты советник главы... Советник главы республики Калмыкия. Это вроде бы все. Ну, мы не считаем там участника СВО, ветеран... Нет, нет, нет. Это вот должности, скажем так, да. Вопрос понимаешь, мой? Да. И все, смотри, из всех должностей зарплату платят только на одной. Не этот вопрос. Нет, я тебе скажу, только директор центра военно-спортивной подготовки. Все остальные, общественные, там зарплату не платят. Скажу, вот смотри, у всех... Все мне задают вопрос, что мне говорят, столько должностей, что у нас людей нету, почему это... Объясняю. Прогично. Да. Зачем тебе так много должностей? Объясняю. Смотрите, у нас вот республика территориально большая. Население маленькое, да. Задач много. У нас есть юная армия, есть центр военно-спортивной подготовки, есть казательство. У них у всех задача одна. Патриотическое воспитание молодежи. Понимаете, и все до этого было, откровенно говоря, мыльными пузырями. Сейчас Бату Сергеевичу было принято решение все это сконцентрировать в одно русло. Потому что у нас одни дети, одна задача. Патриотическое воспитание, по какому направлению? Именно поэтому... Патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание или военно-патриотическое воспитание? Военно-патриотическое воспитание. У меня вопрос тоже всегда возникал, всегда, всю жизнь возникал. Почему патриотическое воспитание должно быть военным? Почему нельзя сказать мирное патриотическое воспитание? Оно есть. это движение первых занимает а тогда зачем военные патриотической это форма воспитания когда человек одевает форму любую форму вот и даже когда костюм оденешь деловой костюм по-другому себя чувствуешь да нет все равно ты какие-то моменты все равно и также ребенок когда одеваешь его это всего лишь форма воспитания у меня у меня родители не военную мир вот смотри 2017 года да у меня сколько прошло детей ну я скажу где-то за 500 на родителей прошло из них военных училищах хочется где-то 8 человек всего лишь понимаешь это форма остальные пошли учителями инженерами и так далее так полиции учиться в полиции только трое понимаешь это просто форма воспитания вот и все вот и все а почему еще мы в республике калмыкия мы говорим о военно-патриотическом она нам близко и вот еще все в душевое знаю я хотел тебя след разговаривали мы не разговаривали в применяете любую наш на национальный этот колорит вы в это патриотическое воспитание обязательно она там как обязать я видел вы танцевали калмыцкий танцы на матор обязательно почему применяется да конечно там во первых мы детям рассказываем о наших национальных традициях до воинских тоже важно конечно хочу говорить боевый клич ура откуда пошел после полтавской битвы понимаешь 300 лет русские полки и это зал мы таким боевым кличем мы это детям тоже объясняем мы вот зачем тебе заниматься вот мы какая нагрузка вот это еще депутаты г.с. мы забыли надо да и депутаты еще у первого округа тебя есть зачем он тебе столько много общественной деятельности зачем те вот у меня ладно просто зачем таком случае с детьми заниматься если есть другое направление почему именно дети потому что почему я страшно потому что с детьми не каждый может работать дети это ценность такая что там где-то что-то не так сделаешь там как-то обожжется человеке не дай бы то расчитываться наверное но во первой почему именно дети почему именно это направление ну это это вообще на самом деле это вопрос очень такое интересное да я скажу 2008 году до когда 2010 году было до 2010 году когда было празднование годовщины образования воздушно-десантных войск президент в одном из обращений сказал о том что воины десантники занимаются детьми вот тогда для меня и стало о том что куда направляться я то есть как человек бывший военный мне всегда было интересно военность когда было поставлено тогда да мы стал когда мы начали я на мы начали заниматься детьми мы же не разом открыли сразу то есть 2010 году было принято решение и только 2017 году я открыл свой собственный клуб понимаешь который начал то есть эти семь лет я к этому в шоку клуб это твой клуб ты сам разрешил его открыть для того чтобы конечно совместно союзные занятия свои позы на у тебя когда я уже принял решение то что я готов я могу его вести как сам как руководитель как преподаватель есть полное понимание вот 2017 года мои дети да у меня дети бегают стреляют взрывают прыгают с парашютом понимаешь и у нас не было ни одного нарушения требования безопасности все дети уверенно прыгают парашютом вот такие ходят походы выходе не ходили пешком и на холхуту ни один не мыл не этот сейчас я со всеми с ними встречаюсь они с россии приезжают когда с университетов с военных училищ и так далее они все звончими никогочу ну как часто они уже взрослым уже я для них как старший брат не ну видно и смотреть на них мне кажется приятно конечно конечно это очень приятно потому что я то его помню 14-летним каким он пришел видишь но это видишь какая огромная ответственность это большая ответственность но я знал это откуда никогда не боялся брать ответственность и даже сейчас когда ты говоришь о том что вот на тебе такой ответственность а как по-другому ты же залог почему единая россия во-первых она мне близко по духу по простому сказать это единственная партия в российской федерации которая живая это не партия обещалкиных это партия которая работает которая может и которая делает близко по духу какой духу единая сию тебя делать для народа работы для народа то есть и стопроцентно уверен что это именно так всегда было конечно конечно мы можем взять в разрезе что у нас творил 90 и какое состояние часто вот и все 90 до движения с ними когда не было единой россии когда кстати большинство было у коммунистической партии в государственном доме 90 ну да но это мы не будем я готов к любому просто мы во времени наверное уложимся я думаю мы не первое же не последний интервью поэтому всегда можем еще придешь я всегда открыт просто единственно с аналоги говорю сегодня пускать фартовым этом четко попал просто было бы дико прям график загружен ну еще и выборы сейчас наложились много кстати как проходит избирательная компания видео уже ваши газеты все хорошо все хорошо все получать я же говорю то ли мое было понимание 2019 году то ли сейчас мне не стыдно как ты отреагировал на то что двадцать первом году 2021 году на выбора государственную думу кпрф выиграл в городе я не знаком с этими цифрами я знаю то что я поддерживал бадму николаевич башанка его то что он прошел голосовал за меня нет я голосовал за башанка его я честно говорю мне так же говорили тоже люди не подмет того что говорили я это понимаю какие планы надо вот когда ты голосуешь за человека надо понимать кто за человек какой у него потенциал мы знаешь порой часто голосуем на эмоциях люди да мы же эмоциональные калмыки вы знаешь это сугубо мое мнение когда калмыки голосовал за борота его хорошая молодец калмыки красивая живет в городе грузии и так далее за границей живет голосовали что у нас сделал а кто у нее было понятно супруга лужкова да батуре на 1 сам ну давайте честно скажем какое было батуре на потенциал и сколько она могла сделать она же говорил элементарно и когда задали вы что вы делаете для калмыкия награды я просто зарегистрируйте компаниям калмыки а над ними налогами да может быть поэтому что я просто я даже сейчас жителям обращаюсь о том чтобы избирателям обращают то что голосование эмоции они для понимают твою позицию я понимаю то что как ты смотришь внутри шнутое партии какие планы у тебя если ты станешь депутатом на охрану то есть я понимаю ты не только за слово отвечаешь ты уже отвечаешь за всю республику это моем понимании так ли у тебя и что ты хочешь делать но как все видится все понимает правильно это не словно первый округ его надо там на самом деле да там там непочатый край там ладно сейчас короткую там засучивать рукава и работать и работ не покладает рук это первое и всего бюджета калмыки не хватит чтобы там дано вести порядок надо там работать первую очередь ну и конечно же развивать патриотическое воспитание знаешь своих нашу молодежь надо сделать сильнее самое главное чтобы они были дружнее знаешь своих кандидатов на округе оппонентов оппонентов вот сейчас 3 оксана коридоре понял что она не погружался в это в силу того что у меня есть свои задачи и свое понимание все как рассматривать там оглядываться кто там идет за это для чего то есть просто делать свою работу конечно вот я долго думал задавать не задавать такой вопрос но все-таки задам это тоже может быть из-за разряда фантастики да но об этом многие говорят есть такая версия что народных урал будущего созыва будет принимать в том числе принимать два закона как бы говорят об этом то в том числе два закона первый закон это о том чтобы убрать выборы главы что глава избирался законодательным органом то есть народных ураном и второй закон о увеличении округов регионов у укропнение регионов ликвидации нашей республики да вот так как ты думаешь как я буду голосовать я вот как твое мнение я не знаю чем но ты же не давно знает я думаю что ты будешь голосовать против этого законопроекта вот укропнение региона конечно буду против выборы главы если выбор головы там я бы конечно я бы я рассуждаю то на самом деле я бы и сократил бы наш хурал количественно на деле на каких-то части даже если так глубоко копнуть главы депутата в рамках и смог тех полномочий от которого не катали они тоже не нужно вы смогу тесно ставить в районах надо сократить поэтому я бы все минимизирует все расходы это расчет все понятно спасибо что пришел нас заканчивается время у нас тайминг 30 спасибо что пришло думаю не крайний раз еще может быть придешь обязательно и мужик когда старого станала своим избиратель подписчики набирать или голосуйте головой убирать сильно голосуйте за меня не здорово но правильно и друзья подписывайтесь пишите комментарии кого бы хотели еще увидеть на интервью думаю на живая беседа путь по и получилось чем не спасибо до свидания